Давайте я представлюсь, потому что я, к сожалению, на новенького получаюсь. Меня зовут Трошенкова Елена Борисовна, и с июля я глава Дмитровского муниципального района Московской области. Комсомольцы Дмитрова отметили 99-ю годовщину образования в ЛКСМ. Поздравила комсомольцев в этот памятный день глава Дмитровского района Елена Трошенкова. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи был создан 29 октября 1918 года. Эта политическая, атеистическая молодежная организация насчитывала в своих рядах миллионы молодых людей по всему Советскому Союзу в возрасте от 14 до 28 лет. В ряды в ЛКСМ вступали пионеры. В 60-х-80-х годах прошлого века в комсомол принимались почти все учащиеся общеобразовательных школ. Роль в ЛКСМ в Советском Союзе велика. Это восстановление разрушенной Великой Отечественной войной страны, освоение казахстанской целины, строительство Байкало-Амурской магистрали, всесоюзные ударные комсомольские стройки, молодежное жилищное строительство и многое другое. Участникам встреч комсомольцев было о чем вспомнить. Комсомольское движение в Дмитрове развивалось много со временем. Сегодня бывшим комсомольцам перевалило за 40 лет. Многие из них уже пенсионного возраста, но до сих пор ведут активную общественную работу. Глава Дмитровского района Елена Трошенкова рассказала ветеранам комсомола о социально-экономической ситуации на нашей территории и ответила на их вопросы. К слову сказать, Елена Борисовна в прошлом комсомольский лидер. В 70-х-80-х годах прошлого века она работала на освобожденной основе секретарем комсомольской организации Научно-исследовательского института в Москве и была членом бюро Гагаринского горкома в ЛКСМ. Дорогие дмитровчане, уважаемые комсомольцы, сегодня 26-го октября день, накануне памятного дня в истории нашей страны, в истории каждого человека. После приема в районы администрации ветераны комсомола направились к памятнику Владимира Ленина на Советской площади и возложили к нему цветы. Торжества продолжились в музейной гостиной Дмитровского Кремля. Участники встречи почтили минуты и молчания память ушедших из жизни комсомольцев. Ну а теперь, если позволите, я тоже хочу от силы души вас поздравить. Краевед Игорь Кишкин выступил с докладом об истории комсомола в Дмитровском районе. Сотрудник Управления по делам молодежи, культуры и спорта Татьяна Захарова поделилась впечатлениями от пребывания на фестивале молодежи и студентов в Сочи. Эта встреча комсомольцев прошла накануне другой памятной даты в истории – столетие Октябрьской социалистической революции, которая будет отмечаться в ноябре. А в следующем году ветераны комсомола будут праздновать столетие со дня образования ЛКСМ. К тому времени полны активности.